Добрый день, уважаемые участники. К сожалению, у нас коллизии, нас банят за то, что якобы мы ломаем авторские права. Но мы так подозреваем, что это хороший отклик уже на наш след в киберпространстве наших конкурентов. Что в чем-то даже приятно. Поэтому последнюю сессию вопросов-ответов мы записываем и выложим уже не в стриме, а в записи. Эдуард Юрьевич, с Вашего позволения начну задавать вопросы Вам. Ваш доклад вызвал очень живой отклик. И в первую очередь, что интересно, не среди ультразвуковых диагностов, а среди представителей других специальностей. Травматологов, ортопедов, неврологов, физических терапевтов. И было много вопросов о том, насколько можно обучиться методике ультразвукового обследования опорно-двигательного аппарата и нервов людям, которые не имеют базовой специализации в области ультразвукового исследования. Ну, если вопрос не в документах и в сертификатах, то, конечно, можно. Никаких проблем. На наших циклах, которые мы проводим систематически, есть не только представители специальности лучевой диагностики, врачи ультразвуковой диагностики, но и есть травматологи, неврологи, нейрохирурги, также проходили наши циклы. Это возможно. Основная сложность, которая будет у клиницистов при обучении, будет заключаться в том, что они хорошо знают часто свою область и могут немного уже плавать в соседних областях. Поэтому неврологи там хорошо понимают нервы, видят нервы, но им часто незнакома, например, какая-то ортопедическая патология, которая может или имитировать невропатии, или их провоцировать. И поэтому там осмотр только нервного ствола, он недостаточен. Необходимо хорошо ориентироваться и в различных окружающих, возможно, нервный ствол, патологических изменениях. Поэтому оптимальным является, если невролог, к примеру, посещает не только курсы УЗИ нервов, но и обязательно проходит циклы по ультразвуковому исследованию суставов опорно-двигательного аппарата. И вот если все это в комплексе получилось посетить, тогда это будет хорошее обучение. И в целом, нужно сказать, что в течение года у нас проходит полный цикл по всем суставам и по всем нервам верхних и нижних конечностей. Поэтому если вот так вот заняться этим, то можно вполне за год освоить методики сканирования нервов. И наоборот, для ортопедов, если интересны суставы, то точно так же можно и с нервами поступить. И главное, посетить все циклы в комплексе. А это шесть основных суставов, шесть зон и нервы верхних и нижних конечностей. Спасибо. Я хотел бы раскрыть, где это у нас. У нас это в Академии физической реабилитации у одного из организаторов данной конференции. Мы находимся на Железноводской, 32, и нас просто найти в интернете. К вам был вопрос о том, насколько вы верите, как ультразвуковой диагност, в возможность мобилизации нервы. Это вопрос по поводу первого доклада Идальга, да? Я думаю, да, что это перекликается именно в возможность повышения подвижности нервов за счет мобилизации прилежащих структур. Ну, вы знаете, это действительно новая для меня методика. Я вот впервые о ней сейчас, можно сказать, услышал. И после беседы с коллегами я понял следующее, что действительно мы можем с помощью ультразвука оценить подвижность, а мы видели это и в моем докладе, сухожилий нервов окружающих структур и скольжение вот этих сухожилий по отношению к нервам. Если предположить, что часть причин, вызывающих невропатию, связана со спаечным процессом, с нарушением вот этого нормального скольжения нерва, возможно, тракцией нерва сухожилиями через спайки. Если вот эти методики, которые освещались в докладе Цезаря и Дальга, они могут влиять на эти процессы, то мы действительно можем это, во-первых, увидеть, во-вторых, оценить динамику и эффективность проводимого лечения. То есть, если вдруг спаечные процессы уменьшаются, подвижность нерва нормализуется, это будет видно при УЗИ. Это очень интересная тема, и я с удовольствием, если будет возможность, поучаствую в отслеживании, в контроле таких пациентов, и мы сможем тогда оценить результаты эффективности вот этого лечения через кожного фибролиза. Это было бы интересно. Хорошо, обязательно поддержу вашу эту идею и думаю, что это обязательно нужно организовать, и это будет интересная информация. И к вам был вопрос, как к человеку, который видит анатомические вариации прохождения нервов по верхней конечности без хирургического вмешательства, о том, какие варианты типовые или нетиповые вы видите чаще всего и какие наиболее распространены. Ну, наиболее типичный вариант анатомии – это деление срединного нерва в нижней трети предплечья на два ствола. Этот вариант встречается по разным данным от 5 до 10% популяции имеют этот вариант, поэтому мы видим это практически каждый прием. Если у вас большое количество таких пациентов, то мы систематически видим вот эту ситуацию, когда в пределах карпального канала определяется не один ствол срединного нерва, а два часто равноценных по размеру ствола срединного нерва. Это может быть двусторонняя история, может быть односторонняя какая-то. С одной стороны один нерв, с другой стороны два ствола. Очень распространенное явление, которое важно описать в наших заключениях. В случае проведения измерений необходимо измерять два ствола и суммировать. Вот этот вариант, он важен для хирургов, особенно в ситуациях, когда выполняется декомпрессия с ограниченным визуальным доступом, тогда нужно учитывать любые вариации анатомии. Второй вариант анатомии, который тоже есть в карпальном канале и тоже часто встречается, и мы, кстати говоря, увидели все вместе его во время мастер-класса, совершенно случайно у нашей модели этот вариант был. Он часто сопутствует, кстати говоря, и удвоению срединного нерва, так называемому бифид-медиан нерв. Это персистирующая срединная артерия. Хорошо известно, что кисть кровоснабжается с двух артерий, лучевой и локтевой, но внутриутробно еще у нас есть срединная артерия, которая далее уже исчезает, и вот у некоторых пациентов она остается на всю жизнь. То есть 5% примерно популяции имеют персистирующую срединную артерию. Очень важно описать ее, потому что при ограниченном визуальном доступе повреждение этой артерии при рассечении карпальной связки может привести к очень нежелательным осложнениям. И вот УЗИ здесь здорово помогает нейрохирургам. Мы говорим, сигнализируем о том, что да, есть персистирующая срединная артерия. Ну и кроме того, есть риски, они описаны в литературе, тромбоза этой срединной артерии с развитием острого синдрома запястного канала. Это тоже такие примеры у нас случались, такие случаи у нас были, тоже следует описать. Вот наиболее типичные ситуации со срединным нервом. Аномалия хода срединного нерва – это в области локтя, возможен вариант прохождения его в канале, когда существует надмышелковая шпора со связком. Ну это крайне редко, 1% популяции имеет такой вот, значит, такой канал дополнительный. Это очень редко бывает. С локтевым нервом основной вариант анатомии – это его гипермобильность на уровне надмышелко-локтевого желоба. Причем здесь есть спорные моменты, это пока дискутируется. Вот Михаил Михайлович в своем сладе сказал, что это все-таки есть значение. Часть авторов считает, что это не имеет значения клинического. И в группе у пациентов с гипермобильностью локтевого нерва частота кубитального туннельного синдрома не выходит. Но это вот пока обсуждается. В любом случае, если такая вот гипермобильность имеется, она часто двусторонняя, мы тоже это описываем. Вот еще один вариант анатомии. То есть когда нерв покидает надмышелко-локтевого желоба, изгибание руки в локте и выходит на переднюю поверхность надмышелка, медиальная надмышелка плечевой кости. По остальным нервам крайне редко бывают какие-то варианты анатомии. Обычно это типичный ход. Ну и предвосвещая вопрос о анастомозе Мартина Грубера, его чаще всего задают тоже в контексте вот этого разговора, могу сказать, что мы пока технически не можем увидеть этот анастомоз. Поэтому если вопрос об этом, то здесь пока мы не можем ничем поклассать. Вот основные типичные вариации анатомии. Спасибо большое. Аня, несколько вопросов к вам. Нужно ли носить ортез после хирургии карпального канала? Как правило, этого не требуется. Однако в первые несколько дней, если есть болевой синдром или если пациенту действительно больно двигать кистью, если у него уже был ортез до операции, можно его надеть, если он не мешает повязкам. Как правило, он не мешает повязкам. Это чисто охранный режим, потому что даже после рассечения карпального канала воспаление моментально с нервы не уходит, если там было воспаление. Нерв освободить освободили, но отек оболочек никуда еще за секунду не уходит. Поэтому в целом в охранном периоде это может поделать. Спасибо. Скажите, есть ли какие-то особенности физической реабилитации кисти при ревматических процессах? Да, конечно. В первую очередь при ревматоидном артрите или при любых каких-то системных патологиях наши все техники будут намного щадяще, нежели мы обычно, мы можем, допустим, суставные какие-то мобилизации делать у обычных пациентов, то при ревматоидном артрите все эти техники, они сильно сужены, их показания, да, и основные это будут различные тракционные мягкие техники и так далее. И мы обязаны обязательно всегда обращать внимание на состояние воспалительного процесса. При остром воспалении и при обострении мы не занимаемся, да, и если занимаемся, то очень щадяще. Поэтому ревматические состояния на кисти это целая отдельная тема для дискуссии, очень интересная тема, вот, и может быть, можно будет ее поподробнее просто обсудить больше в другом месте. Спасибо. Очень много вопросов связано с гипермобильностью кисти. Видимо, много людей отжимается, испытывают боль. И несколько вопросов пришло, когда вы рассказали о гипермобильности запястья. Соответственно, что вы порекомендуете делать таким людям? Каким образом стабилизировать запястье в домашних условиях? Ну, надо понять вначале, а что есть нестабильность запястья, точнее, гипермобильность запястья, чем она проявляется. Если это просто диспластический тип сустава, да, то есть диспластический тип у человека, в любой соединительной ткани, то это укрепление связок, это различные занятия для кисти. Тут просто нужно укреплять все мышцы стабилизатора кисти. Вот, отлично подойдет пауэрболл для этого. Если, опять же повторюсь, если это просто диспластический тип и нет какой-то структурной или функциональной нестабильности, то просто обычный пауэрболл или занятия в висе подойдут для укрепления запястья. То есть все, что... Вся нагрузка, которая не связана с опорой на кисть. Вот. Больше всякие висы и, допустим, сжатие. А если это нестабильность, которая вызывается при опоре, тут уже надо на самом деле разбираться, в чем дело, да, и... Ну, понятно, это специфическая какая-то история. Нужно искать, откуда растут ноги. Спасибо. И вот, видимо, вопрос достаточно такой профессиональный, как у кого-то из ваших кистевых коллег. Профилактика, остеоартроза. Не знаю, правильно ли я расшифровал. Первозапясно-пясного сустава. Профилактика — это прекрасные три упражнения. Я вам сейчас их покажу. Значит, первое упражнение — это мы... У нас есть одна мышца, которая двигает второй палец, но укреплять она будет именно сустав первого пальца. Это первая межкостная мышца. Эта мышца делает вот это движение, то есть отводит второй палец в сторону первого. И профилактикой самой главной остеоартроза или ризоартроза будет удержание в тонусе этой мышцы. Это можно делать с упражнением, когда мы отводим наверх второй палец к первому, немного согнутый. Если мы при этом накинем сюда еще и резиночку какую-нибудь, типа для денег, такую канцелярскую, то это будет максимальное укрепление еще и с эластическим сопротивлением. Еще разочек вот так вот покажу. Мы немножко делаем круглую ручку, круглые пальчики, и отводим второй палец в сторону первого. То есть это выглядит вот таким вот образом. В этот момент вот здесь мышца, которая отвечает за стабильность первой частной кости, напрягается и прокачивается. Вот это упражнение. Это первое упражнение. Второе упражнение, которое можно делать, это стабилизация и контроль стабилизации первого пальца таким образом. Мы отводим первый палец напротив всех остальных, стабилизируем его, чтобы он не проваливался у нас мышцами тенора, чтобы он был именно кругленький такой. И после этого к неподвижному первому пальцу мы присоединяем все остальные. То есть мы не делаем мобильность такую, а мы застабилизировали его в правильной позиции, в позиции оппозиции и небольшого сгибания. И поехали. Учимся его позиционировать. И третий момент, профилактика, самое важное, это исключение, точнее снижение бытовой активности всех действий, которые требуют от нас очень точных и сильных упоров первым пальцем. Ну то есть самым банальным примером будет продевание широкой иголки в плотную ткань. Представьте себе, сколько вам усилий нужно именно первым пальцем для того, чтобы продеть эту иголку, да? То есть вот эти усилия нужно, как сказать, исключать или снижать. Опять же, если вы берете телефон и что-то набираете первым пальцем, делайте, пожалуйста, это не первым пальцем постоянно, а лучше вторым пальцем другой руки. Вот, то есть берегите свои пальцы просто в быту. Вот это основная профилактика. И будет это, наоборот, упражнением на стабильность? Очень похоже на то, что вы показали. Это будет упражнением на стабильность, если вы пользуетесь телефоном 5 минут в день, 10 минут в день. И срединка для денег. Вообще срединка для денег – отличное упражнение. На самом деле, даже если вы держите книгу, да, то есть у меня сейчас книги под рукой нету, но если вы держите книгу, не старайтесь держать книгу вот таким вот образом. То есть любые действия, которые постоянно вам напрягают первый палец в прямом положении и напрягают мышцы тенора, нужно как минимум снижать, а лучше исключать. А если вы вынуждены по работе делать эти движения, следите всегда за лопаткой. Понятно. Спасибо большое. Так, Николай Антонович, пару вопросов к вам. Подожди немножко, Максим Михайлович, простите, пожалуйста. Я просто слушал предыдущие дискуссии и хотел добавить. Потому что в прошлый раз я забыл это. Про нестабильность локтевого нерва, который вы обсуждали с Эдуардом Юрьевичем, и это не прозвучало ни разу. На самом деле, есть такая ситуация, называется синдром щелкающего трицепса. То есть это гипертрофированное сухожилие трицепса, которое выдавливает локтевой нерв из его борозды. Это, как правило, проблема у молодых активных людей, которые там отжимались или на брусьях наделали вот это движение. И у них такой большой классный трицепс, что он выталкивает локтевой нерв. И вот эта вот масса, которая перещелкивает через надмышелок, это на самом деле часть трицепса. И они вполне могут не иметь никакой симптоматики по локтевому нерву. То есть ничего у них с мизинец нет. Но вот у них переезжает такая вот мягкотканная масса при полном сгибании, особенно под нагрузкой, вот этот французский жим, вот это вот все. И это на самом деле решается краевой резекцией трицепса. То есть понятное дело, что если мы туда залезаем, то уже нерв приходится перемещать впереди, ну потому что он гуляет просто, его там не оставить. Но надо еще и трицепс подрезать, чтобы он не перещелкивал. Вот. Это вот я хотел сказать. А еще как бы описано немало исследований, гайдлайн, по-моему, 16-го года, что иммобилизация после хирургии запястного канала не меняет результаты. То есть как бы люди смотрели, оценивали. Это может быть немножко добавляет комфорта, как Анна Дмитриевна сказала, в первые дни, но отдаленные результаты не меняют. Спасибо, хорошее добавление. Уточню, правильно ли я понял, что перепрыгивающие сухожилия трицепса нерв сам травмирует или нет? Ну, если это стреляет в мизинец, значит травмирует нерв. Если в мизинец не стреляет, то не травмирует. Ну то есть, грубо говоря, нерв, он же нервный. И если он не дает никак о себе знать, а это будут вот такие прострелы в мизинец, то значит он не травмируется. Тогда я попрошу еще раз пояснить, почему если мы поработали с трицепсом, нам придется все равно перевести нерв. А потому что доступ к этому трицепсу будет идти через мобилизацию нерва. То есть туда просто невозможно добраться, не мобилизовав нерв. А если нерв уже так мобилизован, то укладывать его после этих манипуляций обратно в эту борозду нецелесообразно, невозможно, и можно получить потом как раз трудности с этим нервом. То есть его уже тогда лучше переместить комфортнее в его ложе, в кубитальную ямку. Спасибо большое за добавление. Да. И теперь тогда вопросы к вам. Теперь да, вопросы, да. Есть ли разница в материалах разных производителей, которые могут быть использованы для производства ортезов? Конечно, есть. То есть есть даже разница между гипсом и гипсом. То есть эта разница, она вот на ощупь. Как они тянутся, как они накладываются, слипаются, не слипаются. Даже у производителя, у каждого есть разная линейка этих пластиков. Они не только цветом отличаются. Поэтому, ну, то есть я не могу сказать, что есть какой-то производитель лучше, какой-то хуже. Есть просто те, у кого больше эта линейка, есть те, у кого меньше. Сейчас довольно большой поток производителей приходит из Китая. Они как бы всех подкупают дешевыми стенами. Но такие, они немножко более кондовые на ощупь. То есть здесь у кого какие химики лучше, да? То есть есть же разница между разными сортами винограда, из которых делают красное сухое. Ну, конечно. Да, примерно так же. Насколько они, материалы в смысле, аллергогенные? И сталкиваются ли вы с случаями аллергии? Я не сталкиваюсь с случаями аллергии. Больше вопрос просто, ну, как бы чувствительности кожи к тому, что на ней что-то лежит. То есть она там, кто-то потеет больше, кто-то меньше. И она тоже по чувствительности к натиранию тоже может быть разная. Но так, чтобы это именно от контакта, как бы именно классическая аллергическая реакция немедленного типа, я не встречал. Спасибо. Ну, то есть вот бывает аллергия на пластыре, и это прям явно видно. Вот такой аллергии нет. Такой нет. Еще один вопрос. Производится ли ортеза с несколькими степенями подвижности? Не очень понял вопрос. Вот мне Анна Дмитриевна показала значок. Наверное, она поняла. Может быть, она поможет тогда ответить? Да, давай Анна Дмитриевна расскажет лучше. Мне кажется, что да, имеется в виду наверняка какой-нибудь динамический ортез, который там типа с шарниром или с планками по суставу, которые позволяют сгибать сустав, допустим, в одной плоскости, да. Вообще, я могу сказать, что возможности ортезирования, они практически безграничны. И мы делали ортезы, которые там порезы лучевого нерва, когда у нас кисть повисает, мы доделаем ортез, который удерживает кисти и пальцы в раскрытом положении, пациент может сгибать пальцы, но они эластичными тягами возвращаются обратно. То есть несколько степеней свободы мне видятся именно вот таким образом. Что-то мы ограничиваем, но что-то мы позволяем, собственно, двигать. Я думаю, в этом и заключался вопрос. Да. А, я, кстати, еще вот, Анна Дмитриевна, привет. Хотел добавить про большой палец и профилактику. Здесь история в том, что вот обхватывать большие предметы а-ля открыть крышку, то есть вот очень больно открывать крышки, это сложно, выжимать белье, то есть когда вот нужен именно хват вот такой, это сложно. А когда нужен именно хват на кончике пальцев, это на самом деле, если вы хорошо держите арку вот первого пальца и все согнутые суставы, то это как раз стабилизирует. А если вы это делаете вот так, то вот это дестабилизация. А когда это вот в отведенном положении, вот в противопоставлении, вот так вот трехмерная рука, то это на самом деле стабилизирует первую пятна-запястную суставу. Так, еще раз. Еще раз. Вот так обхват, сейчас момент, то есть вот обхват, обхват рукой, это больновато. А когда это именно пальцевой точечный захват с противопоставленным пальцем, то есть он не в ладошке вот здесь, а он вот выведен. Последними фалангами, подушечками. Да-да-да, вот кончиком. Вот так вот плохо. То есть за счет глубокого сгибателя большого пальца и глубокого сгибателя... Длинного сгибателя большого пальца с отведенным вот так вот первой пясной. То есть когда вот так вот кончик, тогда хорошо. Вот так плохо. Вот так тоже плохо, когда вот арка соблюдена, когда палец выведен в противопоставление, вот тогда стабилизация. Тогда это и не так больно будет. Ну то есть кольцо за счет функции переднего мышкостного нерва? Ну не без этого и стабильного тенора. То есть не опираться на суставы, то есть на крайнее положение суставов, а опираться именно вот в среднем положении сустава за счет баланса сокращенных мышц, которые это будет держать. Потому что вот так вот давить вот переразогнутым пальцем, вот это не очень хорошо. А когда вы его напрягаете и держите прямо в среднем положении, и все мышцы работают, тогда это не будет так больно. То есть как бы это не будет дестабилизировать основание первой пя. Спасибо большое, Николай Антонович. Мирослав, много вопросов к вам. Сейчас я их найду. Ну вы в двух словах тоже присоединяйтесь к нам позже. Вы в курсе, что произошло? Привет, привет. Я даже боюсь сказать, как моя фамилия, чтобы не казалось, что у кого есть права к этой фамилии, чтобы меня не выкинули из Ютуба. Но кто-то за вами следит, вы понимаете. Мы можем только догадываться, кто. Но кто-то за вами следит. Есть такие слова русские, не хочу его говорить, потому что это перед десятой вещью. Я еще за Цезарем и Матиасом. Посмотрите, кто-то не любит не русских, да? Думаю, что нет. По другой причине. Значит, просят вас сказать о типах дискинезии лопаток. Используете ли вы какую-то клиническую классификацию и отличается ли характер вашей работы, ну в смысле не по мышцам, а принципиально, при разных типах дискинезии? Слушайте, опять боюсь сказать, но есть такая типология, патология лопатки по Киблеру. Ну может, можно это сказать, да? Киблер сказал, что есть три главных видов патологии лопатки, их можно назвать, можно написать себе, что есть первый, второй, третий вид, что или зубчатый не работает, или передняя малогрудная сильно перегружена, или просто тропецовидный. Но это как бы типично. Я думаю, что все пациенты разные и нужно как бы посмотреть не на одного мышца, на доминанцию одного мышца, только есть разные мышцы. И потому наш подход как бы более-менее функциональный, я не знаю, где ли эти люди, этих людей с лопатками, и там у каждого что-то было, нужно как бы начать смотреть. Теперь не могу вам, как бы, это всегда вопрос, на который нет ответа, что было первое, яйцо или курица, да? Может, мышцы плохо поставили лопатку, и теперь не двигаются суставы ключицы, или наоборот, суставы ключицы где-то не поработали, не работают правильно, и это поменяло мышечный тонус. Но у нас такой закон, что всегда означало расслабляем мышцы, потом смотрим на суставы, и прямо после работы на суставах, если уже суставы правильно двигаются, начинаем работать на растяжке или на укреплению мышц. Ну, как бы, я смотрю, что у пациента есть. Если вижу, что, как бы, главный проблем – это лопатки, то для меня лопатка, сам лопаточный, грудной, соединение между лопаткой и грудиной, грудной клеткой, простите, это для меня будет, как бы, мышечный проблем. И больше нужно работать на мышцах. Но если во время поднятия руки пациент вам показывает на СС или АС сустав, так как кроме клавикулярной или стернокравикулярной сустав, ну, то буду смотреть на суставы. Нет рецепта. Это нужно, как бы, каждый раз у каждого пациента смотреть по-разному. Они могут отличаться сильно друг от человека. Спасибо. Еще несколько вопросов, связанных с лопаткой. Для вас критерии стабильности лопатки – это только анатомическое положение или как-то вы оцениваете отдельно силу мышц, удерживающих лопатку? Совсем нет. Это не имеет для меня никакого значения. Я представляю себе, что есть большие люди, маленькие люди, толстые, худенькие, каждый разный. Для меня главный критерий – приходит пациент с болей, с каким-то нарушением. У него должны быть какие-то жалобы, и если это жалобы есть, то мне нужно что-то сделать, чтобы у пациента было лучше. А то, что он как бы торчит, как какие-то, не знаю, как этот называется во Франции, этот нортедам, этот звонник, так, на окна, который был. Ну, это мне не мешает, да? Если человека не болит, если все правильно работает, он для меня функционально здоровый. Если его что-то болит, я это могу поменять, меняя позицию лопатки или делаю какую-то мобилизацию, значит, мне это нужно сделать, чтобы пациент вышел из лучшей функции, чем пришел. Но я понимаю, что есть разные люди, разные типы осанки тела, разные виды мышечного тонуса, и это мне совсем не мешает. Не на то смотрим, не на структуру уборочек и на функцию. Но, как раз, мне кажется, вопрос и был про функцию. Если, предположим, не хватает силы для совершения очень форсированного движения, это требует коррекции? Конечно, конечно, да. Может быть, что у пациента не хватает силы, конечно, или не хватает выносливости, но это тоже проблема, нужно тогда протестировать это. Но если у пациента не хватает объема движения по причине сустава, то зачем начинать от укрепления мышц? Спасибо. Следующий вопрос. При субакромиальном эпиджменте сухожилия надносной и бицепса компримируются под акромионом и головкой или между коррокоакромиальной связкой и головкой? Если у нас есть субакромиальный импиджмент, то он тоже может быть первичный, вторичный или наружный, внутренний. Есть там разные классификации. Для меня главный проблем надосной мышцей, то то, что у него нет места прямо под акромионом. Это главная проблема. И его акромен, если тоже есть такие акромены, как четвертый вид, крюковидный акромен, то если там хотя бы чуть-чуть меньше-меньше, то этот крюк стоит, и он будет просто резать, разрезать это сухожилие надосной мышцей. Если головка бицепса, то главная проблема, она как бы стоит впереди. Значит, если голова идет вверх и чуть-чуть вперед, то главная компрессия будет где-то в начале связки. И эта связка будет отвечать как бы по причине боли, по причине компрессии. Там есть тоже место, где тело дает себе какие-то астрофит. И этот астрофит, это как бы для меня, если уже об этом говорим, для меня астрофит, это как бы защита тела перед перегружением. Он себе дает какую-то ткань. Но этот астрофит сам по себе может дать тебе вторичные проблемы, как боль или как разрез сухожилия. Мирик, спасибо большое за подробные ответы. Так, Павел, и несколько вопросов вам. Научная доказательность тейпа. Откомментируйте. Считается, что тейп имеет хорошую доказательную базу, однако важно понимать, за счет какого эффекта мы достигаем той или иной цели. Если мы говорим про биомеханический эффект, то этот эффект выражен в меньшей степени, поскольку, даже вспомнив тот доклад, о котором я говорил вчера, наш плечевой сустав испытывает огромное усилие во время броска. И говорить про то, что мы можем значимо механически повлиять на положение плечевого сустава, это довольно сомнительный вопрос. Однако тейп очень эффективно задействует сенсорную систему, за счет чего мы улучшаем проприцептивный контроль плечевого сустава. И данный эффект очень хорошо работает у пациентов, у которых есть выраженный болевой синдром, или у которых мы хотим улучшить двигательный контроль быстрее вместе с тейпом и упражнениями, чем только с упражнениями. Вопрос, где научиться кинезиологическому тейпированию? Я проходил обучение в Академии физической реабилитации, когда только начинал работать. На мой взгляд, хорошая доказательная база. И самое главное, что нет каких-то вещей, которые связаны больше с с какими-то сомнительными эффектами применения кинезио-тейпирования. То есть здесь мы больше говорим про доказательную базу этого метода и про то, где он может применяться. Спасибо. Мирик, хотел сказать, что один из ваших студентов и замечательный невролог Сергей Менюхин вышел на связь с большим интересом к докладу Цезаря Идальга по чрезкожному фибролизу. И спрашивает, когда мы устроим семинары по этому направлению. И спрашивает, какое отношение у Мирика к этой методике. В смысле, как работать с ключами, да? Да. Очень мне нравится. Я уже прошел где-то два или три разные обучения, но как бы смысл такой самый, но оборудование разное. Использую это сильно. И мне очень нравится, что как бы, то теперь уже как бы со своей точки зрения, что испанцы включают это даже в программу методики Кальтенборна, потому что для меня развитие. И то, что мы делаем, как мы работаем, теперь как бы уже можно официально показывать участникам обучения. Для меня это отличная вещь. Ну, вопрос, какие оборудования себе хочешь взять. Ну, все и так базирует на анатомии, на биомеханике, чтобы знать, где хочешь положить этот крюк. Или ножи, или какие там другие вещи. Сильно работаю со своими пациентами на мягких тканях. Уважаемые коллеги, спасибо большое за подробные ответы на вопросы. Мы обязательно выложим эту сессию вопросов-ответов вместе с конференцией на YouTube. Если YouTube не позволит, поскольку даже умолчу, не буду раскрываться, то найдем другие платформы. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за участие. Спасибо за великолепные доклады. Спасибо. И хорошего вам вечера. До свидания. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...